Здравствуйте, с вами сегодня снова я, Ксения Колесниченко, программист компании BI-Consult. Сегодня мы с вами будем выполнять задание пятого дня марафона Data Yoga по кликсенсу. Начнем мы с того, что сначала мы выполним корпоративные задания, сначала без звездочки, потом со звездочкой, а потом задание для дата журналистики. Наше первое задание это построить плоскую таблицу, отображающую оборот по торговым сетям за семнадцатый и восемнадцатый год в разных столбцах. Что мы делаем? Мы открыли приложение. То, что мы делаем, выбираем изменить первый лист. Мы добавляем таблицу, выбираем их из списка диаграмм. Обращаю ваше внимание, что есть сводная таблица, а есть обычная таблица. Мы выбираем именно ее, это простая плоская таблица. И что мы делаем дальше? Мы выбираем в качестве измерения магазин, а в качестве меры мы добавляем оборот, который должны суммировать. Так, я не могу смотреть на такие данные. Поэтому продолжаем. Ну, нам нужно добавить разделение по годам. Казалось бы, все, что нужно сделать, это добавить в качестве измерения год. Ну, мы смотрим и видим, что получается что-то не то. Как-то неправильно. И вам не кажется, здесь действительно не совсем верное решение. Если вы, в принципе, загуглили это видео, то это значит, что вы уже сами попытались разобраться с задачей, что вы уже, вероятно, смотрели решение задачи на сайте Data Yoga, но что-то пошло не так и что-то непонятно. Я что предлагаю сделать? Давайте разбираться с исходными данными. Мы открываем модель данных. И видим здесь три интересных таблички. Первая модель данных это Data. Да, собственно говоря, сами по себе данные. Мы видим, что есть здесь столбик Data D, регион, магазин, оборот, клиенты. Мы видим стандартный календарь. Да? Мы видим здесь поля дата, год, месяц, год и ID месяца. Ну, и мы видим самую интересную и важную для нас табличку, которая называется «Смещение», которая состоит из полей Data, Data D и смещения. Давайте посмотрим, что у нас находится в редакторе загрузки данных. Здесь мы увидим, что точно так же здесь загружено три таблицы. Первая табличка – это таблица с данными. Да? Мы видим, что из файла, который называется «Данные.xls», загружены поля «Клиенты», «Оборот», «Магазин», «Регион» и трижды преобразовано поле «Дата». Сначала при помощи функции «Year» она преобразована в год, затем она преобразована в месяц-год и в третий раз она переименована в дату. Мы также видим, что таблица календаря формируется полностью из данных таблички «Data». Здесь загружены уникальные года, уникальные сочетания месяц-год, уникальные ID месяцев и снова переименована «Data» в «Data», «Data» в «Data». И есть самая интересная табличка, которая называется «Смещение». Если вы раньше не работали с базами данных, то, что я сейчас расскажу, вам поможет разобраться вообще с тем, что находится в данных и как решить задачу. Мы открываем Excel и давайте просто попробуем сделать то же самое, что делает загрузчик. при формировании таблицы «Смещение». Сначала он говорит «Создайте мне столбик с названием «Data». Допустим, мы добавляем туда дату 1 января 2017 года. Мы смотрим следующий шаг. Следующий шаг – это создать поле «DataD», столбик «DataD». Такое же, собственно говоря, из того же поля, что и «Data». И мы видим, что оно точно такое же, как «Data». Оно берется из того же самого источника данных. И третье. Поставить ноль в столбец «Смещение». Далее он формирует на следующий день дату, на 2 января. Должна быть такая же дата, как и «DataD». Такая же дата, как и «Data». И снова «Смещение 0». 3 января ситуация повторится. И так далее до конца 2018 года. Теперь так же будет в 2018 году. Будет нулевое смещение. «Смещение». И так далее. И, допустим, так мы дошли до конца 2018 года. Смотрим, что у нас идет дальше. А дальше у нас идет задача «Приконконтинейтить». То есть снизу присоединить к таблице смещения поля «Data». Он снова присоединяет поля «DataD». Например, 1 января 2017 года. Затем он требует в качестве поля «DataD» взять данные из даты, но обработать его при помощи функции «AddYears». То есть к дате добавить минус один год. Соответственно, минус один год у нас получается 1 января 2016 года. И в качестве смещения он уже требует поставить не ноль, как в прошлый раз, а единицу. То же самое будет со вторым и третьим января. Он потребует указать на один год меньше. Когда мы закончим 31 декабря 2017 года, у нас снова начнется 2018 год, где уже программа потребует 1 января 2017 года и смещения на единицу. 2 января 2017 года и снова смещения на единицу. 3 января 2017 года и снова смещения на единицу. И так далее, собственно говоря. До того момента, пока у нас не кончатся даты. Теперь я снова предлагаю вернуться в модель данных. По сути, мы уже заполнили ту табличку, которая у нас есть, смещение. Мы ее сформировали в Excel для наглядности. И вспомним, что у нас есть еще загрузка data с первоисточником данных. Там есть очень важный для нас оборот и дата D. Сейчас не будем думать о разрезе региона, магазина, клиентов. Да, нам сейчас главное разобраться с оборотом и с годами. Дата D и оборот. Кстати, обращаю ваше внимание, что связь идет между смещением и data по полю data. А с календарем тоже через таблицу смещения, через поле data. И, например, были у нас даты за 17-18 год. Оборот в них был, допустим, 10, 20, 30. А за 18-й год пусть это будет 11, 21 и 31. А теперь смотрим, как работает программа. Вот когда мы предлагаем программе разобрать данные на 2017-18 год. Программа идет и смотрит, какие существуют даты в поле data D. Мы берем вот эти данные. Все, кроме 2016 года. Ну и программа начинает вводить данные таким образом. 1 января 2017 года оборот был 10, 2-го 20, 3-го 30. 1 января он был 11, 2-го 21 и 31. Тут программа снова натыкается вот на эти данные. Почему? Потому что у нас получается, что программа видит 17-й год по второму разу и заполняет для него поля. А 18-й год я ввела не туда. И что у нас получается? Мы видим, что у нас 17-й год учтен дважды, а 18-й год один раз. Мы видим, что у нас существует ошибка. Мы возвращаемся в кликсенс, в само приложение. Ну и мы начинаем править наше выражение. Открываем полностью окошко и к чему мы приходим. Мы видим, что мы суммируем оборот. И это совершенно верно. Мы помним, что нам нужно не весь оборот посчитать, просуммировать. Мы видим, что нам нужно просуммировать только тот оборот, где смещение равняется нулю. И если мы выбираем конкретный год, то это нужно указать. У нас получается в круглых скобках произведение... Мы видим, что в круглых скобках у нас происходит суммирование. В квадратных скобках указано, что именно мы суммируем. А в фигурных треугольных у нас идет применение конкретных параметров, то есть модификаторов. Мы пишем, что мы выбираем только те, которые смещение, где смещение равняется нулю. А год равняется 2017. И смотрим, что у нас получилось. У нас получилось уже более интересное выражение. Мы его помечаем как 2017 год. Копируем выражение. Создаем еще один столбец с еще одной мерой. где мы точно так же считаем оборот. Но мы вводим, мы правим выражение. Я вставляю уже то же самое, только за 2018 год. Упс. И звали его 2018 год. Число. Вот уже на это выражение и посмотреть не страшно. Ну что ж, давайте продолжим. Второй пункт задания это построить таблицу, отображающую пять регионов, в которых было наибольшее количество клиентов. Мы снова берем, выбираем обычную таблицу. Добавляем к ней столбец по регионам. Напоминаю. Регионы. Считаем количество клиентов. Значит. Добавляем столбец мера. Клиенты. Где мы их суммируем. Так. Число. У нас целое число клиентов. Метку сразу же отображаем. Клиенты. Так. Напоминаем, да, что у нас их гораздо больше пяти. Нужно выбрать пять. И обращаю внимание, что у нас сортировка идет по по алфавиту, по субъекту федерации. Значит, мы выбираем раздел сортировка. Делаем сортировку по полю клиенты. И вот они у нас от самого большого до самого маленького. Так. Что у нас? Нам нужно сделать так, чтобы их было всего пять. Тогда мы выбираем. Идем. Снова возвращаемся в раздел регион. Мы видим, что можно выбирать типы ограничений. Мы указываем фиксированное число ограничений. Их будет шесть. Соответственно, мы берем сверху. Мы берем шесть, из которых пять будут субъектами федерации. А еще один будет другими регионами. Так. Переходим к третьему заданию, которое звучит так. Построить сводную таблицу, отображающую оборот по регионам с возможностью растянуть до торговой сети помесячно за 2018 год. Ну, теперь мы берем другую таблицу, сводную. В качестве измерений мы что выбираем? Регионы. В качестве меры что мы будем считать? Оборот. Суммарный. И вот уже что-то первое у нас появилось. Число оборот. Нам нужно, чтобы была возможность развернуть до магазина. Поэтому мы добавляем еще одно измерение магазин. И мы помним, что нам нужно, чтобы была возможность помесячно считать. Вот. А чтобы считать помесячно, мы добавляем не строку, а столбец в измерение, который называется месяц-год. Вот. И нам нужно, чтобы все это было за 2018 год. Так. Чтобы это было за 2018 год, мы идем в оборот и немножко меняем формулу. Мы помним, да, мы уже проходили, что нам нужно применить модификаторы. Первый модификатор, который мы применяем, это смещение. Который у нас должен быть равен нулю. И год. 2018 год. Применяем. Вот мы получили, что хотели. Так. Дальше у нас четвертое задание, которое звучит так. Подготовьте визуализации в виде KPI оборота и клиентов в текущий год к предыдущему. Так. Мы выбираем KPI, это ключевой показатель. Соответственно, выбираем оборот. Добавляем меру оборот суммарный. Так. Так. Сразу же мы его помещаем как текущий год. Число у нас идет вот такое. Ну, мы помним, что у нас тут снова нужно применять смещение и текущий год применять 2018. Так. Смещение равняется нулю. Так. 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 Применяем. Так, ага, год у нас равняется 0. Год у нас равняется 2018. Так, применить. На всякий случай копируем формулу для удобства. Добавляем еще одну меру. Которую мы назовем предыдущий год. Где тоже считаем оборот. Помещаем ее в предыдущий год. Убираем удобное число. Так, формулу мы заменяем. У нас было смещение 0. А сейчас оставляем ту же самую формулу, но смещение единицы. Так. В виде мы убираем вот этот вот заголовок. Но заголовок само здесь вот оставляем, чтобы мы не забудем, что это оборот. И добавляем еще один KPI. Теперь уже по количеству клиентов. Клиенты суммарные. Метка текущий год. И добавляем еще один предыдущий год. По количеству клиентов. Клиенты суммарное количество. Так, это у нас предыдущий год. Здесь мы убираем заголовок. А здесь показываем клиентку. Ну, так, четвертую задачу мы сделали. Конечно же, нам не стоит забывать о необходимости применения модификаторов. Вот у нас здесь к клиентам. Да, у нас должна быть не просто сумма клиентов, а сумма клиентов. Когда смещение равняется нулю, а год равняется 2018. В фигурных скобках. Попируем эту формулу. И в предыдущий год вставляем тоже не просто сумму клиентов, а сумму клиентов за 2018 год со смещением на единицу. Ну, вот у нас уже получаются совершенно корректные цифры. Ну что ж, давайте приступим к выполнению заданий со звездочками. Первая задача наша, это по табличке с торговыми сетями за 2018 и 2017 год. Нам нужно покрасить ячейки, в которых оборот за 2018 год больше, чем в 2017 году в зеленый цвет. Ну, берем, выбираем данные за 2018 год. Нам нужен именно 2018 год по условию задачи. И выбираем цвет фона. И пишем очень простое выражение. Мы ставим задачу программе, которая звучит так. Если колонка номер 2, в которой у нас 2018 год, больше, чем колонка номер 1, то примени функцию green, то есть покрась в зеленый цвет. Обращаю внимание, нужно применить две... Ну, нужно применить пустые скобки, потому что green это тоже функция. А функции у нас идут со скобочками круглыми. Что такое колумн? Ну, колумн это колонка, да, как я уже сказала. Это одна из функций диаграммы. Подробнее вы можете прочитать в справке. Загуглить именно вот по фразе колумн функции диаграммы. Также вы найдете, ну, рядом с этой функцией, да, в группе с этими же функциями, вы найдете такие, как above, below, bottom, field value, no, off-rows. И они все вам могут пригодиться. Почитайте про их применение. Ну что ж, давайте продолжим. Сейчас мы будем выполнять второе задание со звездочкой. В чем оно заключается? Нужно раскрасить в табличке с количеством клиентов. В зеленый цвет нужно раскрасить строку с максимальным количеством клиентов, и в желтый с минимальным количеством клиентов. На что нам нужно обратить внимание? Что у нас строка с максимальным количеством клиентов, это строка, которая называется другие. И вряд ли по этой задаче нам нужно выделить цветом именно ее. Скорее всего, нам нужен какой-то конкретный субъект федерации с пограничными значениями, с максимальным и с минимальным. Многие из вас наверняка знают про такую функцию, как ранг в Excel. Что она делает? Применяя ее к массиву данных, она присваивает соответствующий ранг, как правило, по умолчанию от самого большого к самому маленькому значению. Но можно и задать наоборот. Она присваивает определенный ранг каждой ячейки. Ячейки с наибольшим значением единицу по умолчанию, следующая за ней двойка и так далее. У нас задача как звучит? Нам фактически нужна ячейка, у которой количество клиентов второе по рангу окрасить в зеленый цвет. А ту, которая шестое по рангу, значение занимает в желтый цвет. Собственно говоря, именно так мы и запишем для нашей программы. Мы начинаем с чего? Если Ранг Выражение Суммы клиентов Ну нам что нужно помнить? Нам не просто суммы клиентов нужны. У нас не просто клиенты идут. У нас еще модификаторы к ним идут. А модификаторы у нас пишутся в фигурных скобках и в угловых. Тех клиентов, которые имеют смещение 0. Вот если сумма, если вот это выражение, да, сумма, взяты те клиенты, у которых смещение равно нулю, они просуммированы. Так, их ранг, да, в общем, в этом столбце равен двойке, да, тогда окрашиваем в зеленый цвет. Ой. Не забываем, что green это функция и она применяется со скобочками. А если Ранг А если этот же ранг равен шести, то окрашиваем в цвет желтый. Желтый. Должен вам применить. Так и вышло. Меньше всего в Иркутской области, да, из этих пяти. Больше всего в Краснодарском крае. Зеленый и желтый. Так. Следующая задача. Нам нужно в сводной таблице раскрасить в красный цвет те ячейки, где 2018 год больше 2017 года. Вот наша сводная таблица. Мы здесь тоже заходим в выражение для цвета фона. И пишем выражение. Если. Если. Сумма. Оборота. Оборота. Да. В чем-то же непростого оборота. Я с модификаторами. Такими, что смещение равно нулю. Нулю. Ноль у нас обязательно должен быть в фигурных скобках. А год равен 2018. Если вот это выражение меньше, чем то же самое выражение, где смещение равно единице, если текущий год меньше предыдущего. То, раскрашиваем в красный цвет. Пробуем применить. Оп. Так и вышло. Давайте возьмемся за пятую задачу со звездочкой, где нам нужно для KPI оборот сделать раскраску по цветам. Если прирост оборота меньше нуля, то в красный цвет. Если прирост оборота от нуля до 10%, то в желтый. Ну и соответственно, во всех остальных случаях в зеленый, если больше 10%. С чем мы будем сравнивать? Мы будем сравнивать KPI этого года с KPI прошлого года. Напоминаю, что вот у нас здесь в KPI обороте в текущем годе стоит что у нас? Смещение 0, год 2018. И все это применено к обороту. Для того, чтобы сделать раскраску по цветам, мы идем в самое нижнее поле, выбираем цвет. У нас должны быть выключены цвета библиотеки, и мы включим условные цвета. Напоминаю, что они у нас идут по цвету, по светофору красный, желтый, зеленый. Мы выбираем цвета. Начинаем с красного, потом добавляем предел желтый, да, и потом добавляем предел зеленый. И задаем между ними границы. Для первого предела, между красным и желтым, нам нужно, чтобы красный бывает в случае, если прирост меньше нуля. Соответственно, мы сравниваем значение оборота за текущий год с предыдущим. И что мы видим? Обращаю ваше внимание, что у меня применен... Я скопировала формулу, да, и использую смещение единицы, то есть сравниваю фактически с 2017 годом. Если значение в этом году меньше, чем в предыдущем. В предыдущем у нас 3700, в текущем 3400. Выставляю границу по следующему пределу. Там у нас тоже должно быть смещение единицы. Но что у нас еще должно быть? У нас еще есть разница больше 10%. То есть умножаем на 1,1, получаем следующий предел, который будет окрашивать в зеленый цвет наши цифры в случае, если превышение, рост будет больше 10%. Следующая задача у нас разобраться с КПИ клиентов. Там необходимо сделать градиентную окраску от красного до зеленого цвета. Мы идем точно так же. Заходим в этот КПИ. Выбираем самое нижнее поле вид. Выбираем цвет. Убираем цвета библиотеки и включаем условные цвета. У нас два предела. Один красный, другой зеленый. И что мы делаем? Мы задаем градиент. Но в качестве меры перехода от красного к зеленому мы ставим не числовое значение, а мы опять определяем, считаем по клиентам. И так как? Давайте добавим. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Об этом! И опять так! ze pentru! Претерпение. Поэтому так söyle. Жмем применить и вот у нас градиент. Можем нажать кнопочку «Готово» и «Сохранить». Мы выполнили нашу задачу.